самого доброго утра самой позитивной стране евросоюза латвия привет просыпаемся и по традиции утро с владимиром а сегодня сегодня я вам расскажу как в латвии из простого парня могут сделать кремлевского пропагандиста там поддерживающего войну врага латвии сегодня вам расскажу в этом пашакова хорошо тем кто не знает я строитель и строю по всему миру я поехал в командировку в монако ну потому что меня клиент вызвал я приезжаю туда захожу в магазин и я вдруг обращаю внимание на то что в монако при зарплате в 6 6 половиной тысяч евро средненькой люди в магазинах тратить примерно на 40 процентов меньше из той группы товаров которую я купил у меня в чеке так вышло и когда я беру телефон а это не постановка это не режиссер снимает пропагандист к кино это просто телефон я говорю на телефон сейчас так вот я когда это снимаю ко мне в кадр попадает девушка из латвии это чисто случайно это прямо видно в кадре вот эта девушка из латвии вы из латвии я латышка я гражданка латвии прям настоящая латышка не русскоязычная латышкоязычная я мы дайте я расскажу всю правду и она начинает высказывать свое мнение я прям этот ролик нигде ничего не порезал я не занимаюсь монтажом а напрямую выложил чем все это закончилось это закончилось тем что я опять в очередном блоке да я опять пропагандист кремля и я опять наношу существенный ущерб латвии то есть я ненавижу латвию то есть чемодан вокзал россия вот эта история да что я сделал сейчас мы разберем но сначала о чем это до рыбалтика центр исследования независимой журналистики в латвии заходим на рыбалтика там есть чек-лист и там вот все эти неугодные наши власти люди вот и разбор полетов каждого человека сейчас разберем меня значит смотрите на что надо обратить внимание на то что выделено правительством колоссальные деньги для того чтобы это происходило если мы например забрали бы у инги спринги это руководитель рыбалтика зарплаты и спросили бы какой на патриот латвии без зарплаты мы тогда посмотрели очень легко быть патриотом латвии когда ты не живешь в латвии и получаешь колоссальное вознаграждение следующий момент это центр независимой журналистики который может блокировать любое мнение в этой стране да и он спонсируется посмотрите кем если он независимый значит у него должен быть независимый источник журналистики то есть вы должны получать деньги от меня я потребитель вашего контента и я плачу простой гражданин латвии тогда вы были бы независимы а сейчас извините вы ребята которые работают на другие страны и так поехали ребята вот чек-лист я сегодня на первом месте давайте почитаем красной строкой скорее неправда в утверждении это лишь малая доля правды одна одни принимают во внимание важные факты поэтому заблуждение ну поэтому высказывание вводит вас в заблуждение вы сами все это почитаете да здесь рассказывают про монако про том как там люди плохо живут монако теперь давайте же возьмем их смотрите и еда здесь примерно на 40 процентов дешевле это не точно это примерно даже у них это в статье написано что и да примерно дешевле следующий момент они остановили кадр и видите здесь на допустим 4 евро за килограмм креветок они говорят что это за 100 грамм килограмм креветок это обман то есть они утверждают что килограмм креветок стоит смотрите 40 евро 40 евро за килограмм до при внимании автор видео рассказывает что зарплата у них 5-6 тысяч евро в монако да а здесь на руки люди получают не более двух тысяч евро в монако посмотрите цену вот и следующий очень важный вывод да конечно же что я не показываю сравнительный анализ цен то есть я должен был провести съемки в латвии а потом провести съемки в монако что же ребят давайте вы сами проверите вы зайдите посмотрите сколько стоит переночевать в любом отеле в монако например одну ночь ну и вы сразу поймете про уровень в 2000 евро в месяц монако да следующий момент центру независимых исследований журналистики ребята а вы зайдите на сайт меркодоны и зайдите на сайт риме и сами сделать этот сравнительный анализ а почему так не сделали например это же очень просто не надо ехать туда снимать и не надо ехать сюда снимать уже центр независимой журналистика так а сейчас мы вернемся собственно говоря кролику смотрим смотрите на входе да сразу в ролике сразу видно цена вин в монако да и этих вин там она не одно там ну много но смотрите вы в латвии знаете такого рода вино такие деньги я буду немножко стопами по ролику хорошо смотрим из видео до полкилограмма зелени сколько стоит евро евро 40 до по моему рядышком 2 евро видите смотрите цена евро 50 до евро 70 за полкилограмма свежей зелени эти зелени у нас же есть например в лидуле здесь смотрите они сказали 3 лимона стоит 2 евро соответственно килограмм стоит миллион евро чуть-чуть вдоль сводим там лимоны несколько видов смотрите килограмм лимонов 230 килограмм лимонов что-то меньше евро видим до биолимоны одна история испанские лимоны которые в наших магазинах это другая история вот в этот момент им очень не понравилось они утверждают что все же здесь лежит 100 граммов это стоимость 100 грамм во-первых смотрите одного вида креветки 15 евро видим да смотрите второго вида креветки 469 где вы видите за 100 грамм но я-то их лично покупал я это знаю сколько они стоят ребята смотрите обед 3 евро в монако не просрочка ничего любой вот это вот выбирайте 3 евро не за какие 100 грамм срок подходит концу 237 это мясо видите мне не хочется перегружать ряд вы знаете мой ролик на моем канале вы сами можете зайти и паузами остановиться и посмотреть что то что сделал центр независимой журналистики он обманул а теперь вас познакомлю с так называемой латышкой которая случайно подошла вы определите может быть это литовка смотрите она похожа на гражданку латвии напомним дам что я живу в европейской стране в независимой демократической стране и вот это вот то что вы сейчас увидели не больше и не меньше и не добавил не убавил сами сделать анализ вот это называет меня про кремлевской оппозиции в латвии понимаете вот это и ничего больше следующая механика это будет растиражирована для латышской территории и для российской российской чуть-чуть говорился латвийской но говорящий на русском языке то есть латышам будет рассказывать что вот он вот так выглядит злостный про кремлевский парень а русским будет рассказывать немножко другую историю нас начнут так вот делить и колоть и происходит это за деньги которые финансирует правительство каринша в том числе и никто другой и теперь все мы ставим на этом парне лейбл это про кремлевский паренек такой да у него за спиной стоит путин теперь смотрите дальше для чего это делается сейчас идут протестные акции против переизбрания левится сейчас протестные акции за учителей сейчас идет акции про мусоросжигательный завод понимаете и когда я делаю какое-то видео и она набирает по 100 тысяч просмотров это получается альтернативный источник правды и он государству не нужен и поэтому лучше поставить на меня лейбл что я про кремлевский и заблокирует меня везде где угодно чтобы мои видеоролики не собирали более 5000 просмотров о чем бы я хотел рассказать я хотел бы рассказать о том что депутатам например стопинской области дали очень солидные взятки они получили взятки и теперь они убеждают население что мусоросжигательный завод где заводы все в мире прекращают такую работу до тридцатого года ну не в мире в европе пускай да и люди борются за то чтобы вот они жили вот так со своей семьей дышали воздухом а вот там за спиной у меня не было никакого мусоросжигательного завода но части населения их раскололи на русских и на латышей и преподают это как смотрите вот эти вот злобные русские вот эти вот к про кремлевские они все хотят испортить на самом деле мусоросжигательный завод это гениальная архитектурная это в дэлфе написано помещение туда люди будут ездить на экскурсию воздух от этого станет чище электричество станет дешевле отопление станет дешевле и это нормально везде в мире в центре стоп голема в центре парижа центре брюсселя есть такие заводы и они увеличивают стоимость недвижимости понимаете как это работает то есть достаточно выделить примерно 60 миллионов на вот эти рычаги и на население можно издеваться как угодно но это ребята не демократия это может быть какая-то автократия или еще как-то это не называется демократия потому что здесь нету свободных механизмов таких например как суд как полиция они все взаимосвязаны они у нас не отдельны у нас нету профсоюзов почему нету профсоюзов потому что профсоюз учителей боролся так долго да и сказал ладно хорошо мы выйдем погуляем чисто символически почему потому что в течение трех лет через три года наша зарплата будет такая как у мусорщика примерного франции при уровне жизни и ценах уже таких же и мы на это согласны хотя я напомню что правительство каренша в законе прописала о повышении зарплаты учителей и нарушила этот закон после этого оно должно было вылететь в отставку но люди не выходят потому что работает неплохо вот эта пропаганда и ролик получился и так слишком большой всем доброго утра однако напомню что латвия в любом случае самая позитивная страна евросоюза в любой стране есть конечно же проблемы латвия просыпаемся